От идеи к реализации. В начале августа Новосибирский Академпарк запустит очередной бизнес-ускоритель. Как сегодня развиваются действующие резиденты, узнавала Екатерина Киселева. Скорость резки почти 40 сантиметров в минуту, предельная точность до миллиметра. Через пару минут изображение герба на куске пеноплекса будет готово. Фрезерные станки широко представлены на международном рынке. Экземпляр компании резидента технопарка уникален. Совершенствует готовые детали и создает продукт с нуля. Моментально переводит изображение в понятную компьютеру-криптограмму. Система управления автоматизирована, самостоятельно подстраивается под каждый из моторов. Когда температура доходит до критической, система самна его охлаждает, но без внешних источников охлаждения. Следующий момент – это система стабилизации напряжения. На всех производственных площадках проблемы именно с скачками напряжения. При больших скачках напряжения система начинает сбоить. Ну и точность, соответственно, уже не является такой точной. Главный проект резидентов – раскроенные станки для авиа и судостроения. Уже собрали первый прототип – трансформер. Стандартная конфигурация размером 3 на 3 метра, плюс дополнительные модули. В процессе изготовления столкнулись с проблемой. Фрезерные работы на рынке дорогостоящие. К тому же не все импортные станки способны обработать крупногабаритные детали. Когда понадобилось выполнять фрезерные работы, мы исследовали рынок и поняли, что нет станков, которые могут решить наши задачи по изготовлению деталей для раскроенного станка. И мы стали собирать себе свой фрезерный станок под свои задачи. И уже позже увидели, что на самом деле такие станки нужны не только нам. Вот так у нас стало проектов два. Фрезерный станок работает пока только с легкими материалами. После запуска первого образца примутся за новый с обработкой металла. Принцип управления тот же – увеличат габариты по высоте и мощности. Новосибирский экземпляр на 80% собрали из элементов отечественного производства. А значит, ни в одном регионе страны не будет проблем с деталями. На российский рынок компания планирует выйти уже осенью. Екатерина Киселева, Александр Егоров. Новости ОТС. Новости ОТС.